В студии Татьяна Вишневская о главных новостях к этому часу. Новые цели не должны затмить старое обещание. Правительство может ставить новые задачи, но и не должны подменять с собой те, что поставил президент. Глава государства заявила об этом на последнем в этом году заседании правительства. За выходом следит наш корреспондент Андрей Муслимов. Сейчас он на прямой связи со студией. Андрей, добрый день. Андрей, президент как-то расшифровал свои слова? Что вы скажете? Да, Татьяна, накануне СМИ пестрились сообщениями о том, что в Кремле якобы недовольны работой правительства. В частности, тем, как реализуются предвыборные обещания президента. И, пожалуй, главной интригой сегодняшней встречи было то, в какой форме президент выражит свое недовольство. Конечно, трудно было ожидать, что накануне Нового года Путин устроит министрам выволочку, тем более публичную. В общем-то, этого и не произошло. Президент довольно аккуратно, скажем так, напомнил министрам о том, что пора бы приступать к выполнению его предвыборных обещаний. Тем более, что команда сформирована. Команда это работоспособная и делова, и времени у них, чтобы вникнуть во все дела, было предостаточно. Поэтому нужно включаться на полную мощность. Конечно, правительство может выдвигать и свои идеи, сказал президент. Но при этом одно не должно подменяться другим. В общем, все со стороны выглядело, конечно, довольно дружелюбно. Но если переводить на такой бюрократический уровень, то на чиновничьем языке это был, я думаю, явный сигнал о том, что второго подобного предупреждения со стороны президента больше не будет. И следующий год станет для правительства определяющим. Татьяна. Андрей, скажите, а вообще можно считать, что недовольство Кремля правительством, о чем вы говорили, и о чем говорят в последнее время эксперты, вообще оно исчерпано? Так ли это? Так, мы извиняемся. Это был на прямой связи наш корреспондент Андрей Муслимов. И в продолжение темы антимагнитский законопроект поступил в администрацию президента, как сказал ее руководитель Сергей Иванов, бумага изучается. Сегодня же российский МИД пообещал разобраться, почему в российское посольство в США не пустили граждан с петицией против антимагнитского акта. С этой ситуацией разберемся, просто я не в курсе деталей. А что касается отношения к этому закону, мы знаем, чем вся эта процедура закончилась в Соединенных Штатах и отреагировали соответствующим образом. Речь идет о письме Владимиру Путину, 21-летнего студента Алекса Джамус. Он просит главу российского государства не подписывать законопроект. Молодой человек родился в Пензенской области с деформированными руками и ногами. До 15 лет он жил в детском доме, после чего и усыновилась семья из Техаса. В Америке, пишет Джамус, он прошел длительный курс лечения, несколько месяцев назад сумел подняться на Калиманджаро. В этом, по словам студента, заслуга его приемных родителей. Он просит Путина не лишать российских сирот последней надежды на достойную жизнь и не подписывать законопроект. Петицию в интернете подписали более 8 тысяч человек. Передать ее российскому послу в Вашингтоне взялась трехкратная паралимпийская чемпионка Татьяна Макфеден. Она тоже провела детство в российском детдоме, однако вручить петицию российским дипломатам сразу не удалось. Сначала они попросили подождать. Через 15 минут к воротам посольства приехала полиция. Правоохранители объяснили, что им сообщили о несанкционированном митинге. После того, как спортсменка объяснила ситуацию, стражу порядка помогли передать петицию работнику посольства. Стоит отметить, что произошло за воротами дипредставительства неизвестно. Макфеден, который по-прежнему является гражданкой России, на территорию так и не пустили. И сегодня с призывом не подписывать запрет на усыновление детей американцами выступил ЮНИСЕФ. Глава детского фонда ООН Энтони Лейк обратился к российскому правительству с открытым письмом. В Госдепартаменте США принятие магнитского закона назвали ошибкой. И по словам представителя Госдепа Патрика Вентлера, раз судьба детей не должна решаться. Исходя из политических соображений вдобавок, он упрекнул Совет Федерации в том, что Палата не поддержала российско-американское соглашение о сотрудничестве в области усыновления, вступившее в силу в ноябре. Накануне сенаторы единогласно одобрили законопроект антимагнитского. Все присутствовавшие, а это 143 человека, проголосовали за. Газета «Коммерсант» опубликовала уточненный список сенаторов, которые не голосовали за антимагнитский закон. Шесть человек на заседании присутствовать не смогли, однако заранее побеспокоились о том, чтобы прислать спикеру письма в поддержку скандального законопроекта. Еще 13 сенаторов на историческом заседании отсутствовали, но и поддерживать документ заочно не стали. Среди них Сулейман Керимов, Владимир Рушайлов, Вячеслав Фетисов, Лариса Пономарева. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов направил главе государства доклад, где обосновал правомерность запрета на усыновление иностранцами. По словам ОМС МНН, права государства поддержаны основными международными актами. Астахов уверен, российских детей нужно отдавать в приоритете в российские семьи. У нас перекосы возникают. У нас есть семь регионов, в которых превалируют иностранные усыновления над российским. Хотя в законе прямо написано, что иностранные усыновления – это исключение временное. А российское усыновление – всегда ему приоритет должен оказываться. Какой же приоритет, если в Санкт-Петербурге в полтора раза больше усыновленных детей за границу, при этом в Санкт-Петербурге очередь стояло 360 человек. А вывезено примерно столько же детей из Санкт-Петербурга только за границу. Андрей Шкляев может приступить к работе. Главинский суд Москвы обязал пропустить его в рабочий кабинет ректора Российского государственного торгово-экономического университета. Накануне студенты забаррикадировали двери в вузы и не пустили в здание ректора, который был назначен Миноборнауки. Преподаватели, которые возражали против присоединения РГТУ к Плехановскому университету, обратились в арбитражный суд. Между тем в Плехановке РБК ТВ заявили о том, что вуз получает письма из региональных филиалов РГТУ, в которых руководство одобряет присоединение. Сейчас, говорят, в РЭУ имени Плеханова только механизм слияния разрабатывается. Это план-график. У нас все будет поэтапно, по мероприятиям. Все там будет учтено. Для нас это уже не первый опыт. Мы имеем опыт присоединения других вузов к Плехановскому университету. Поэтому проблем серьезных с точки зрения юридического характера, оформления вот этого присоединения мы не видим. Хотя сегодня обстановка в мятежном вузе заметно изменилась, студенты разобрали баррикады. Уволенный ректор Сергей Бабурин призвал отложить мятеж до конца новогодних праздников. И как пояснили в администрации РГТУ, уговорить молодых людей удалось депутатам. Они пообещали обратиться к президенту с просьбой разрешить конфликтную ситуацию в университете. Государственная Дума приняла специальное протокольное поручение с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. За протокольное поручение проголосовали депутаты всех фракций, включая правящую. Уникальный случай в Государственной Думе. Все депутаты всех фракций высказали крайнее недовольство тем, как проводился мониторинг вузов. США могут объявить дефолт под Новый год. По данным главы Минфина Тимотни Гайтнера, 31 декабря, страна исчерпает лимит госдолга. Об этом он сегодня уведомил Конгресс. Гайтнер считает, что при помощи некоторых экстраординарных мер можно будет получить запас 200 миллиардов долларов. Это отодвинет дефолт на два месяца. Но сработают ли эти меры, если произойдет фиксальный обрыв, глава Минфина не знает. А вот президент Барак Обама сегодня прервал свой отпуск, вылетел в Вашингтон, чтобы продолжить переговоры по предотвращению обрыва. У политиков остались считанные дни, чтобы договориться, как сократить дефицит госбюджета. Если они не придут к компромиссу, в январе США ждет автоматическое повышение налогов для всех граждан и сокращение госрасходов. Газета Wall Street Journal подсчитала, какие категории граждан пострадают в первую очередь. В денежном выражении больше всего заплатят самые богатые американцы. Их налоги вырастут на 250 тысяч долларов в год. Однако в процентном соотношении основной удар придется на самых бедных. Безработным придется платить на 55% больше, а пенсионеров на 40. Многие экономисты считают, что фискальный обрыв грозит Америке новой рецессией. Однако некоторые с этим не согласны. Налогово-бюджетная политика не влияет на экономику. Если бы она влияла, то все меры, предпринятые за последние пять лет, заставили бы экономику взлететь или обвалиться. Но, как мы видим, ничего не изменилось в результате всех повышений налогов, увеличения госрасходов, потом сокращения и так далее. Экономика продолжала развиваться в том же тренде. Деньги, пропавшие со счетов уральского информационного агентства «Ура.ру», потрачены на выплаты заработной платы сотрудникам. Об этом заявила на своей страничке в Фейсбуке бывший главный редактор агентства Оксана Панова. По ее словам, уголовное дело против нее возбуждено по ложному доносу, а деньги, 10 миллионов рублей, принадлежали ей, и она не могла их украсть у самой себя. Сейчас против Пановой возбуждено два уголовных дела по статье о вымогательстве. Максимальное наказание по ней может составить 15 лет. В настоящее время журналистка находится под подпиской о невыезде. Впрочем, меру пресечения ее могут изменить, если она нарушит условия пребывания под подпиской. Об этом говорится в официальном заявлении МВД по Свердловской области. Кроме того, в главке сообщили, что сегодня намеревались предъявить Пановой новое обвинение, но не смогли этого сделать из-за неявки ее адвокатов. Депутат «Справедливо Рос» Геннадий Гудков лишился депутатского мандата по закону. Такое решение вынес сегодня Конституционный суд. Он подтвердил запрет для депутатов заниматься бизнесом и творческой деятельностью, финансируемой из-за рубежа. При этом КС пояснил, что решение Госдумы может быть обжаловано в Верховном суде. Но для его вердикта за экс-парламентарием сохраняется неприкосновенность. Принятие решения Верховным судом о незаконности или необоснованности решения влечет за собой неблагополучную пенсию, потому что там якобы уже замещен депутат. Это не равноместное восстановление в правах. Депутат подлежит с точки зрения Конституции его статуса восстановлению в своих правах как депутата. В решении КС думцы-единорусы увидели поддержку и утверждение своих действий. Геннадий Гудкова вердикт суда разочаровал. Иск Верховный суд уже подан. Предварительное заседание намечено на 16 января. Но на судебные перспективы в России экс-депутат смотрит с пессимизмом. За счету он надеется найти в Европейском суде по правам человека. По словам Гудкова, он борется не с возвращением мандата за то, чтобы Дума перестала быть местом политических расправ. Однопартийцы Гудкова возвращение ему депутатских полномочий не верят, но уверены, решение КС создает хоть какие-то механизмы разрешения подобных ситуаций. Фракции, а может быть и иные органы, смогут обжаловать бездействие Думы, которое не лишает полномочий людей, которые явно занимаются бизнесом. Такого сорта заявления, вы знаете, все государственные уже были, и Государственная Дума прекращала рассмотрение дел как необоснованное. Я абсолютно уверен, что эти дела дойдут до Верховного суда. Российский эколог Сурен Газарян просит в Эстонии политическое убежище. Об этом со ссылкой на эстонское телевидение сообщает Эхо Москвы. Газарян подтвердил, что подал прошение около двух недель назад. Решение должно быть вынесено в течение шести месяцев. В России эколога обвиняют в угрозе убийством охранника частного объекта. Газарян вину не признает. И глава «Вскоре интернет может стать бесплатным и бесконтрольным», так считают некоторые видны специалисты в области IT и профессора крупнейших американских университетов. Залогом этого станет новая технология конфигурации сетей ADCN. И в основе этой технологии принцип схожий с тем, что уже используется в торрент-трекерах. То есть сеть напрямую регулируется компьютерами пользователей и владельцами интернет-ресурсов. Использование SDN позволит значительно снизить роль провайдеров. Об этом говорит профессор Стэнфордского университета Ник Маккеун. Технический перевод на новые технологии может начаться уже сейчас. Впрочем, в России эта технология придет не скоро, так считают некоторые российские специалисты. Она фактически сведет на нет недавние усилия властей установить контроль над интернетом. Не исключено, что парламентарии попытаются законодательно ограничить ее внедрение. И теперь к новостям спорта. Кристиану Роналду, конечно, отработает свой контракт до конца и уйдет из мадридского Реала. Наиболее вероятным местом продолжения его карьеры называют Манчестер Юнайтед. Суперзвезда мирового футбола Лионель Месси отказался играть в России. Об этом сообщает Эль Мунде из «Спортива» в зимнее трансферно. Но один из российских клубов предлагал Барселоне необходимую сумму отступных. Это 250 миллионов евро. А самому игроку оклад 30 миллионов евро в год. Но аргентинец переезжать в российский чемпионат на трес отказался и продлил контракт с синие-гранатовыми до 2018 года. Лионель Месси в 2012 году установил рекорд по количеству голов, наколотив в ворота соперников 91 мяч. А извечный конкурент Месси за титул лучшего игрока планеты Кристиану Роналду оставаться в своем нынешнем клубе не намерен. Португалец отказался продлевать соглашение с мадридским Реалом, которое действует до лета 2015 года. Королевский клуб предлагал соглашение на улучшенных условиях, по которым зарплата футболиста увеличилась с 10 до 15 миллионов евро в год. Португалец намерен отработать свой контракт до конца и уйти из клуба на правах свободного агента. Наиболее вероятным местом продолжение карьеры португальца называется английский Манчестер Юнайтед. Хоккеисту Анисину назвали цену. Московская «Динамо» готова расстаться со скандальным форвардом за полмиллиона долларов. По данным газеты «Спортэкспресс», столичный клуб заплатил подмосковному «Витязу» за нападающего такую сумму. Хоккеист помог «Динамо» завоевать кубок «Гагарина» и стал самым полезным игроком плей-офф. Однако в середине декабря Анисин раскритиковал динамовское руководство и его уволили за прогулы. Естественно, этот клуб хотел бы компенсировать затраты, однако пока высокая цена трансфера и скандальная репутация отпугивают потенциальных покупателей. Это все были новости к этой минуте. Подробности также на нашем сайте и его адреса видите на наших экранах.